Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско встретился с представителями общественных организаций Союз женщин Подмосковья и Дети войны. Парламентарий отчитался в проделанной работе за 2021 год и ответил на вопросы участников встречи. Подробности далее. На встречу с общественниками Дмитрий Дениско пришел не с пустыми руками. На последнем собрании перед Новым годом ему поступил наказ подарить Дому ветеранов аудиотехнику. Просьба услышана и выполнена. Привезли такую колоночку с микрофонами, чтобы можно было спокойно проводить такие мероприятия и чтобы все хорошо слышали. В 2021 году Дмитрия Дениско избрали в состав седьмого созыва Московской областной думы. Являясь членом комитета по транспорту и информационным технологиям, он остановился на теме работы водителей, автобусов и маршруток. По словам депутата, от жителей городского округа поступает много жалоб. Следующий этап развития нашего транспортного сервиса – это переход на брутоконтракты, так называемые. Когда водитель вообще не зависит от того, сколько человек он везет. Его задача – прибыть из точки А в точку Б по расписанию, остановиться на всех остановках, обслуживать население. Будем надеяться, что у нас 90% конфликтных ситуаций исчезнут. Еще одной частью доклада народного избранника стала тема здравоохранения. Дмитрий Дениско рассказал, какие меры предприняли власти Подмосковья для привлечения в регион высококвалифицированных врачей. И какая помощь медучреждениям округа оказана с его стороны. Также депутат Московской областной думы напомнил о новых мерах поддержки пожилых людей. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.